на школе есть такая поговорка человек живет пока не перестает удивляться этому миру вот я тебе не перестаю удивляться поэтому ты хорошо видишь вообще я дополню себя дело в том что мы могилевщане а будем полной жизни всегда объясню наш могилёв радует нас удивляет нас и будет делать мне кажется бесконечно привет город дети асфальта вместе с николаем командовым и ириной борделовской всех приглашают в новое увлекательное путешествие по могилевским улицам оставайтесь с нами узнавайте больше о городе в котором живете а мы пошли побежали жизнь города она такая многокранная и изменчивая это значит что наш городской блок никогда пустовать не будет с последними могилевскими новостями кристина коранкевич съезд предприимчивых и инициативных людей ожидается в могилеве в ближайшее время бизнес-форум при днепровье пройдет в областном центре свое участие в мероприятии уже подтвердили делегации из китая германии украины республики корея и россии на форуме могилев представит свой инвестиционный и промышленный потенциал его посетят делегации городов побратимов могилева стран с которыми республика беларусь поддерживает давние отношения работа форума будет разделена на три секции опытом привлечения инвестиций поделится предприятие областного центра гости посетят инвестплощадку свободной экономической зоны могилев предприятие бабушкина крынка и этнокомплекс зеленая роща в день города в могилеве перекроют движение транспорта на отдельных улицах время икс 27 июня с 11 30 до окончания праздничного шествия по улице первомайской и так движение будет перекрыто по улице миронова на участке от улицы пионерской до улицы первомайской по улице первомайской на участке от проспекта мира до площади славы по улицам комсомольской и болдино на время перекрытия улице первомайской автобусы и троллейбусы поедут по укороченным маршрутам до площади орженикидзе и железнодорожного вокзала так что в этот день будет организована работа двух дополнительных автобусов по маршруту 32 к городская ветеринарная станция автовокзал с 11 до 14 часов если вы еще не занимаетесь спортом самое время начать тем более что в могилеве есть такие возможности могилевский стадион торпеда начал работу по программе выходного дня каждый выходной будет работать дежурить наш инструктор методист физкультурно-спортивного клуба октябрьского района он будет организовывать работу на данных площадках спортивного комплекса это мини-футбол это пляжный волейбол это детская площадка спортландия детские игры и будет предоставлена тропа здоровья для жителей кто хочет погулять кто хочет покататься на роликах на велосипедах а сейчас хотим напомнить смотрите программу дети асфальта каждый четверг на телеканале беларусь 2 и живите в ритме вашего города вместе с нами слухи рождают неправду это факт неправда порождает проблемы это уже проверено а хотите избежать проблем тогда загляните в клуары детей асфальта там истина если я повредил по неосторожности товар магазине должен ли я за него платить согласно пункту 14 правил торговли общественного питания покупатель допустивший ущерб в магазине должен возместить этот шпир продавцу но если есть какие-то вопросы захламожденный проход там либо корзинками либо тем самим товарами то это можно оспорить правило охраны жизни людей на водах в республике беларусь категорически запрещают использование надувных матрасов для купания для отдыха на акватории водоемов почему потому что это плав средства будем говорить так имеет цель имеет возможность сдуваться налетев на какие-то посторонние предметы либо же от вершания это правда что могилёве строится велодорожка в городе могилёве при капитальном ремонте минского шоссе предусмотрено строительство велодорожки протяженностью 2 и 8 километров от улицы белнинского беруле до присна строительство будет проходить в два этапа первый этап будет завершён в этом году до пересечения с улицы кастуся калиновского второй этап который будет реализован в следующем году предусматривает строительство велодорожки до присна ширина велодорожки будет составлять два с половиной метра асфальтно-бетонного покрытия с организацией освещения во время великой отечественной наш могилёв пережил многое героизм его защитников горечь оккупации и радость освобождения сегодня мы предлагаем перелистать военные страницы городского альбома и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Кстати, на пляж можно сходить даже не выезжая из города Веста Смирнова проехалась по Могилевским пляжам и выяснила, где можно позагорать, где можно покупаться, а где можно сделать и то и другое Добавил субтитры DimaTorzok 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 Вот за что я люблю наш Могилев, так это за то, что он любому горожанину предоставляет право выбора Взять хотя бы те же пляжи. Я, например, предпочитаю городской. А вот интересно, где любят загорать и купасы-могилевчане? Давайте узнаем. Не хожу на пляжи. Почему? Не знаю это. А вы? На этом озере раньше, когда она была открыта. На карьеру. На Печерске. Обычно там. Да, мне только там нравится. Честно, не на каком? На реке Днепр. Купаетесь? Конечно. А знаете, на каких пляжах в Могилеве нельзя купаться сейчас? Вроде на Святом озере нельзя. На возле Днепра. На Святом озере тоже. Когда можно было еще купаться. Ну а сейчас о главном культурном событии, которое сейчас происходит в нашем Могилеве. Дело в том, что город в 21 раз встречает международный фестиваль духовной музыки «Могутный Божий». В этом году к нам приехали гости из 24 стран мира. И сейчас дети Асфальта приглашают вас на этот праздник добра и веры. Хотя «Могутный Божий» праздник, в нем присутствует и соревновательный момент. Конкурс хоровых коллективов уже стал традиционным. Под сводами костела Успения Девы Марии в Могилеве собираются профессиональные и любительские приходские хоры. Они не борются за звание лучших. У них иная, высшая цель. Из музыкально образованных людей это я и концертмейстер. Два человека всего лишь. Остальные любители, можно сказать. Да, остальные любители. Каждый славит Бога, как он считает нужным. Вот мы считаем, что вот таким образом мы его славим. Я рада, что такая музыка нравится, что трогает самые сокровенные какие-то частички души. И детям все-таки интересно, и детям нравится, и они поют эту музыку с удовольствием. Петь от сердца. Петь искренне. Петь душой. Конечно, это не так просто. Цель фестиваля и цель конкурса всегда давать импульс и возможность расти. Колокольный звон. Для горожан он уже давно стал символом Махутного Божия. Волшебные звуки колокола, разносящиеся над Днепром, по словам причастных, пробуждают в людях высокое. Прям до мурашек. Как-то что-то внутри, наверное, действительно пробуждает и худоражит. Эта музыка лечит, оздоравливает и питает силы. Что людям нравится? Ну, им вообще нравится колокольный звон. Наверное, это заложено издавна в людях. Может быть, какая-то память. Потому что людей в храм ходит немного, но когда слышат колокольный звон, они даже останавливаются и слушают. На протяжении нескольких дней Махутный Божий встречает гостей на разных площадках и в разных форматах. Музыка веры уже давно не звучит в своем каноническом формате, ведь народное – это тоже духовное. В этом уверены гости из Грузии. Мужской хор монастыря Архангела Михаила из города Рустави. Хор Меруствели возрождает старые народные песни, в одной программе смешивая их с песнопениями. Обязательно надо выделяться своим каким-нибудь, ну, идентификационным чем-то хорошим. Коллеги Меруствели из России, Украины и Британии в первый же фестивальный вечер поддержали тему феста в современном формате. Джемсейшн и госпел, рок на Звездной площади приводили в движение не только молодую публику. У нас есть, вот, Бог. Он мой Бог, он их Бог, он ваш Бог. И это, как, разницы нет. И это очень, ой, я не знаю это слово, сейчас. Это очень впечатляющее. Поп, рок, рэп тут будет, я уверен. То есть что-то интересное пытаются привлечь как-то молодежь к религии таким образом. Людям достаточно, довольно-таки часто это нужно слушать, чтобы быть более добрее, более нежнее и проявлять свою любовь. Мы рады приехать сюда с другого конца света. Я искренне верю в то, что это благословенная и цветущая страна. Концерты в рамках фестиваля «Могутный Божий» проходят на всех площадках Могилева. Следите за программой и ищите свою музыку асфальта. Ну а сейчас самое время культурных новостей. С ними познакомит, как всегда, Елена Стрибкова в рубрике «О Культивижн». Всем культ-привет. Начнем по традиции с обзора культурных событий, которые ожидают нас в ближайшие дни. В Кукольном театре узнаете секреты профессора Открывашкина. 27 июня в 10.00. В 12 часов сказка «Самый маленький самолет на свете». В 18.30 в рамках проекта «Другая сцена» концерт группы «Зуй». Могилевский областной драматически приглашает на комедию «Свои люди сочтемся» 30 июня. 1 июля комедия «О Скупердяе». Начало постановок в 18.30. В Могилеве проходит международный фестиваль духовной музыки «Могутный Божий». В программе множество выставок и концертов. Завершится фестиваль 27 июня. Концерт Григория Лепса пройдет на сцене Дворца культуры области 1 июля. Начало в 19.00. Праздник национальных подворий «Могилев. Наш общий дом» готовит ко дню города 27 июня. В этот день улица Ленинская традиционно превратится в соцветия национальных обычаев, песен и танцев разных народов, проживающих на могилевской земле. К участию в концертной программе Могилевский оргкомитет приглашает представителей диаспор, желающих показать культуру своего народа на городском празднике. Могилевский агролесотехнический колледж планирует масштабно отпраздновать День независимости Беларуси. Преподаватели и учащиеся подготовили историческую экспозицию, посвященную освобождению будничей. Они обновили военные сооружения на берегу Днепра, а сейчас готовят реконструкцию того, как красноармейцы в июне 1944-го брали немецкий ДОТ. Для переправы через Днепр учащиеся сами смастерили плод. Съемочная группа Культивижн наблюдала за подготовкой. Весь путь освобождения можно будет увидеть 27 июня. Ради чего вы это делали? Ну, ради того, чтобы показать нашему поколению, как это было, что это было. Сейчас уже ветеранов у нас осталось мало, а нужно, чтобы продолжалось, помнили, знали. Мы этот подвиг будем повторять каждый год. Какие бы группы здесь ни учились, какие специальности не были, это уже история, потому что вся земля Буйническая – это святая земля. В Могилеве проходят Дни молодежи. Празднование началось с патриотической акции БРСМ «Память Победы». На площади славы школьники и студенты возложили цветы к мемориалу. Затем участники акции переместились на улицу Ленинскую. Представители молодежных субкультур показали свои умения на площади звезд. На областном конкурсе «Огонь танца» танцевали все. Конкурсанты ради победы, остальные в общей танцевальной феерии. Победители конкурса – два коллектива из Горок и один из Бобруйска – представят регион на фестивале искусств «Славянский базар». Дни молодежи прокатятся такой взрывной волной по всем областям, и получится логическое завершение на «Славянском базаре Витебске» в рамках «Большого общего дня молодежи». А на этом у меня все. Редакция «Культинишн» будет следить за всеми культурными событиями Могилева. Ну а я с вами прощаюсь и желаю вам новых культурных открытий. Ну а сейчас мы развеем миф о том, что, мол, истинная мода рождается только в модных столицах мира. Смешно. Нет. Итак, недавно в Могилеве прошел грандиозный фэшн-арт-проект, на котором белорусские модельеры представили могилечанам свои фантазийные коллекции. Кристина Каранкевич посмотрела, оценила и сделала вывод. А Могилев-то модный город. Модные показы – это не только удел Милана, Нью-Йорка или Токио. Увидеть и оценить коллекции белорусских дизайнеров можно и в Могилеве. Дети асфальта на самом настоящем фэшн-показе. Дизайнерскую одежду от белорусских кутерье представляют молодые, пока еще неизвестные миру модели – ученицы Могилевского театра моды и подиум школы. Летом у нас заканчивается творческий учебный год. И как подведение итогов мы для родителей, для зрителей, для жителей и гостей нашего города вот представляем такую интересную, модную, красивую программу с большим количеством показов дизайнерской одежды, с красивыми хореографическими номерами, с красивыми актерскими номерами. Названия коллекции очень простые – куклы, розы, компромисс. А вот наряды поражали смешением форм и красок. Все-таки фантазия дизайнера безгранична. Только присмотритесь. В этой школе меня научили хорошо себя вести, быть интеллигентной, хорошо разговариваясь с родными людьми, никого не обижать. Мне просто нравится ходить в подиум школу и заниматься с девочками. Хороший коллектив, хорошие преподаватели. Очень нравится. Самое главное, чему мы учим наших учениц – это этикет, это такт, это красивый, добрый взгляд, веселая улыбка и хорошее настроение. Многие выпускницы подиум школы и театра моды – теперь известные модели во всем мире. Они открывают и закрывают показы Армани, Дольче и Габана, Прада. Кто знает, может и этих девчонок мы скоро увидим на мировых подиумах. А пока первые пробы Могилевской сценой. Знаешь, Ирина, я вот перед началом нашей программы прочитал, на мой взгляд, замечательную фразу. Так. Я очень крепко связан со своим городом, потому что я его продолжение. Ну и, по-моему, этим все сказано. Ведь город – это мы с вами, уважаемые могилевчане. И давайте мы будем любить, беречь свой город. И он станет еще лучше, поверьте. Ну, а на этом наша прогулка заканчивает. И мы напоминаем адрес, куда вы можете присылать ваши городские истории. Город Могилев, улица Первомайская, 83, телефонной студии 2215-83-2290-70. А еще у нас есть сайт www.mogiliev.ru. Заходите в гостевую, оставляйте свои хорошие городские новости. Новости. Ну, а мы с Ириной Бразиловской и Николаем Команцем встречаемся с вами уже на следующей неделе. Всем пока. В июле. Редактор субтитров А.Семкин